Раньше на этом месте красовался аккаунт Дмитрия в запрещенной ныне соцсети. На новую машину сделал свежий. Посредством Инстаграм раскручивал и аккаунт, и себя лично. Буквально до прошлого вторника. Сотрудники ДПС меня остановили. Обычная проверка документов. И сотрудник попросил показать, что в багажнике. Он увидел, что у меня наклейка. И так предупредил, мол, парень, там уже с Инстаграмом лучше не шутить, давай ты ее лучше уберешь, а то через пару дней, не дай бог, либо штраф выпишут, либо на пару суток за решеточку. Наклейки с аккаунтами, как экстремистка символика меты, теперь под запретом. Убрать ее необходимо отовсюду, с автомобилей, плакатов, компьютеров. И да, продавать рекламу на площадках соцсетей тоже запрещено. Прямо или косвенно финансировать экстремистскую организацию никто не имеет права. Резонный вопрос, как быть тем, кто рекламирует себя и свою небольшую предпринимательскую деятельность, тем же косметологам, парикмахерам, кондитерам. Это опять притягивание граждан на этот сайт, который у нас признан в Российской Федерации экстремистским. То есть фактически вы говорите, да, я опубликовал, да, я опубликовал свою рекламу, я здесь ничего не продаю. Но тем не менее у вас количество пользователей, оно растет на этот сайт. Как это дальше будет расцениваться, ну, как говорится, жизнь покажет. Сейчас вроде бы наказывать за это никто не будет. Но призывать подписываться на вас или кого-то в экстремистской сети не стоит, как собственно и выкладывать данные, которые могут попасть под действие уголовного или административного кодексов. В Инстаграме осталось, потому что показываю просто свою жизнь, как у меня что проходит. В принципе, мои подписчики, они интересуются не только тем, что я им полезного могу дать, но и тем, как я вообще живу. Задумываться над тем, что ты пишешь, нужно было всегда. Все-таки это высказывание в публичном пространстве. На данный момент, в принципе, чего-то такого особенного, еще более цензурно выражаться не приходится, потому что ничего такого страшного, в общем-то, мы там и не говорили. Не говорили раньше, сейчас тем более не нужно. Нельзя делать и ссылки на соцсети Меты на своих сайтах. Но пользоваться сервисами обычным людям никто не запрещал. И наличие иконок в телефоне на улице проверять не будут. Пока точно. Тем временем, большая часть российских блогеров постепенно меняет популярные площадки на другие. Уже и Росграмм подоспел. Запустить российскую сеть пока для спонсоров и инвесторов планируют сегодня. Росграмм ради интереса. Только ради интереса. Но на машину, наверное, сидеть тоже не буду. Мне нравится Телеграмм на самом деле. Он очень функциональный. В нем много чего можно делать. Много классных инструментов там. Но пока что привыкнуть сложно. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова